макс тебе слово да сегодня мы поговорим немного о нашем решении макс пи искусственного интеллекта я первых рад всех приветствовать спасибо на первом мероприятии организаторам тоже и так про интеграционное решение наше в период перехода на цифровые трансформации мы все понимаем что к интеграционным решением применяются очень высокие требования шины это не исключение собственно наш продукт был рожден и первое внедрение этого продукта проходила на мебельном предприятии где нам необходимо было решать часть задач какие именно так это управление цепочками поставок здесь необходимо было понимать что у мебельного предприятия куча поставщиков и партнеров и необходимо было настроить интеграцию всего этого дела синхронизация данных уже не данных уже непосредственно в самом предприятии где была куча систем от логистики до планов производств улучшение клиентского сервиса нам ставилась отдельная задача по интеграции с crm системой и оптимизация производственных процессов для улучшения качества потоков снижения затрат и гибкость масштабируем я думаю перечислять все эти задачи нет смысла потому что любое предприятие сталкивается с каким-то рода задач по интеграции да это как просто один из примеров в результате нашей работы родилась шина данных но она была далека от децентрализованной интеграционной платформы она носила скорее характер передачи данных брокера и так далее и определенный момент это всех устраивало у нас не было никаких проблем пока мы не столкнулись с ростом количества интеграций с увеличением трафика данных и тогда мы пришли к тому что нам было необходимо дорабатывать нашу шину мы составили маршрутную карту и строго исследовали этой разработки в итоге что мы получили мы получили интеграционную платформу и определенные модули какие это брокер это менеджер сообщений который у нас был который позволял выстраивать очереди передачи потоков данных и так далее он был написан на c плюс использованием open-source решения nginx мы получили сервер парализации который позволял нам наши интеграции переводить между физическими серверами то есть вообще если сказать то мы использовали микросервисную архитектуру да которая позволяла на основе докеров запускать интеграции ну и позволяет запускать интеграции на отдельных физических серверах потом мы получили модуль как раз настройки и конфигурирование серверов который позволял объединять сервера в кластер использовать нашим интеграционном решении я сказал сейчас о преимуществах которых мы получили но я не рассказал вам о том на каких технологиях это было написано то есть ли говорить про ядро max 5 то оно написано на netcore linux как я сказал интерфейсная часть была написана на реакте и если говорить про вот менеджер сообщений и систему парализации запросов то она была вот на c плюс используем инжинс написано а но если про базы данных уточнить то мы можем работать с любой сквейл подобной бд ну подгрост и любые и так все вроде бы хорошо да мы создали систему она работает но со временем мы же должны подойти как-то к основной теме доклада искусственного интеллекта да но со временем мы столкнулись но с рядом трудности даже не не трудности а сложности в работе потому что все наши интерфейсы до интеграции они все пишутся на питоне и автоматизация вот этих ручных операций это был одним из ключевых факторов почему мы пришли к искусственному интеллекту но помимо этого была потребность маршрутизации от сообщений автоматического определения ошибок реагирования на них да и может быть какой-то момент автоматического исправления и мы пришли к тому что пришли появилось решение макс пилот которая позволила нам все типовые интеграции даже впоследствии как казалось практика не типовые перевести на автоматический режим в чем это заключается да мы чуть позже посмотрим видео но я там кратко расскажу то есть у нас получилось сделать модуль в которой необходимо было только загрузить техническое задание определенного робота в свободном стиле да и мы получали на выходе готовый код который интегрировали в нашу систему на вот коллег попрошу показать на примере одной интеграции со сбермаркетом где мы получаем заказ и отправляем его в telegram чат для оперативного реагирования на вот новые заказы появляемые появляющихся от клиентов коллеги можно видео и Продолжение следует... Вот касаемо как раз примера интеграции, как мы видим, интеграция достаточно непростая, да, сама по себе. Ну, то есть я в плане чего? Я в плане того, что, ну, потребуется время, чтобы ее написать. Мы где-то оценивали, что вот реализация с помощью нашего решения интеграции в 50 раз увеличивает скорость ее там автоматизации внедрения. Плюс ко всему стоит отметить, что вот наше решение, оно позволяет... На видео, не знаю, было видно и обратили ли вы внимание, но наше решение позволяет искусственному интеллекту давать подсказки по интеграции. Мало того, мы загрузили туда мини-ТЗ, да, в котором указали, например, те же API и так далее. Оно позволяет... Оно в конце выдает подсказки, что может быть улучшить или в какие сервисы отдать. То есть конкретно в этой истории он там предлагал настроить внутри этого кода как подсказку, чтобы мы не только в Telegram отправляли, а в другие мессенджеры. Но это как один из примеров. Это просто вот я рассказываю о функциональных возможностях, да, что мы получаем. Вы, наверное, видели на экране сейчас следу разработки, куда из пилота подгружается вот этот готовый код. Он используется на базе интеграционного решения Юпитер, да, который мы себе в шину интегрили, да. То есть не надо ничего перетаскивать, все делается, как это называется, мушкотыкательным интерфейсом, да, все это работает и реально используется на предприятиях. То есть помимо вот этого внедрения на мебельном предприятии, да, мы еще в оценочной компании внедрили это решение. В принципе, практика есть. Пусть она небольшая, мы достаточно молодая компания с своим решением, но достаточно амбициозная. Вот. Если говорить, если подытожить тот функционал, который мы имеем, да, в нашей интеграционной шине, то о преимуществах хочу сказать. Мы можем выстраивать, у нас есть функция поддержки оркестрации, то есть мы можем сложные бизнес-процессы выстраивать в поток, да, и выполнять их либо последовательно, либо параллельно, в зависимости от задачи. Да, у каждой интеграции есть специальные настройки. Веб-интерфейс написан на реакции, он максимально юзер-френдли, он максимально не обогащен дополнительными настройками, мы все постарались переложить на низкий уровень. Да, мы ведем сейчас разработку, шина активно развивается, у нас есть маршрутная карта по развитию, но вот пока это так выглядит, да. А каких еще преимуществах? Ну, микросервисная архитектура, да, позволяет выстраивать наши интеграции в отдельные докеры и размещать их на отдельных серверах. Это тоже, на наш взгляд, отличает нас, возможно, там от конкурентов и очень полезно с точки зрения использования крупных интеграций с большими потоками данных, их отслеживания. Вот, есть система аналитики, мониторинга на графане, да, там мы реализовали у себя это, она тоже сейчас активно используется. Я, с вашего позволения, краткий такой доклад закончу, потому что искусственный интеллект, я, в принципе, основные аспекты рассказал, но давайте еще на одном моменте остановлюсь, да, чтобы для понимания, да, мы не залили этот искусственный интеллект как отдельное решение, которое ставится вместе на сервер, да, то есть MaxPilot, к нему можно подключить любой, любую языковую модель и обучить ее, и она будет работать на благо интеграции. У нас, конечно, есть в планах, да, в далеких по маршрутной карте развития, что у нас была бы своя языковая модель, но пока это реализовано, я тут врать не буду, поэтому я бы хотел больше услышать от вас вопросы и, наверное, поотвечать на них. Я думаю, сейчас будет много вопросов, что выглядит как волшебство. Коллеги? Здесь вот, наверное, первый вопрос был. Первый? Скажите, пожалуйста, вы сказали, что писали, в свою очередь, менеджеры очередей, а зачем это делали, почему не использовали какие-то опенсорсные? Да, вопрос понятен. Мы в какой-то момент использовали опенсорсные решения, но потом решили, ну, так сложилось, да, решили написать свое вот это решение, интегрированное вот в нашу шину. Не стали подключать как отдельный модуль какой-то, да, но такая возможность всегда есть. А какие преимущества дает? Ну, с точки зрения преимуществ, это было на начальных этапах, вот как я говорил, когда мы вот только внедряли шину, да, преимущество сейчас сложно оценить, оно просто как таковое есть, это надо принять. Я не помню, если честно, с точки зрения истории, почему мы его самостоятельно писали, не подключали, но вот ответ такой. Ясно. И если мы разворачиваем это все в контейнерах, допустим, в кубе, можно ли спокойно добавлять какие-то контейнеры отдельные, если там место заканчивается? Да, конечно. Ну, то есть оно, не надо никаких дополнительных конфигураций, просто добавляем все? Да, это добавляется на горизонтальном уровне. А вот по поводу конфигурирования, там только перетягиванием или же можно как-то разрабатывать это на каких-то языках, на каких-то скриптах? Именно сами интерфейсы? Да. Ну, как я говорил, у нас вот все эти интерфейсы пишутся на питоне, помимо использования пилота, да, можно писать самостоятельно, то есть модуль разработки, он есть, никаких проблем. А ML, он позволяет на лету это все генерить, когда загружаешь свое ТЗ? Да. Да, то есть загрузка ТЗ там, она состоит из двух частей. Если мы загружаем вот, допустим, информацию по API, которая есть, ну вот мы интегрируемся с чем-то, да, мы загружаем информацию по API и естественным языком пишем ТЗ некое, да, он это все преобразует. А можно загрузить уже готовый там машинный язык, и он это тоже в себя возьмет. То есть у нас, допустим, есть формат сообщения на вход и какой-нибудь ресервис, мы говорим вот формат так-то описан, и вот на Swagger такой-то, и такие-то поля должны в такие-то, с такой-то трансформацией. Он иногда поля, вот как у нас показывалось в практике, мы делали интеграцию, он поля иногда сам перетягивает, и ты потом только корректируешь эту всю историю. Ясно, спасибо. Так, ну касаемо контейнеров и так далее, я правильно понимаю, что у вас каждый сформированный поток, поток данных, да, он запускается в виде отдельного контейнера? Да. То есть принцип такой? Принцип такой, да. То есть фактически они могут быть фактически сильно распределены? Сильно распределены, и вот как раз балансировщик отвечает за организацию, оркестрацию этой всей истории. Также вы рассказали, что можно построить процесс в последний раз. Да, да. Это у вас собственная какая-то наработка или что-то типа коммунда используете? Нет, нет, это собственная наработка. Вот как раз по строению вот этой оркестрации у нас были задачи как раз там на мебельном этом производстве, где надо было поток от производственной системы до логистики там и в еще одну систему выстроить. Они должны идти последовательно, да, и в случае ответа реагировать как-то вот, да, там по-особому на ситуацию. Ну, то есть, допустим, пошел поток от производства до логистики, логистика что-то отбрыкнула, в этот момент не надо отправлять следующий поток. И вот в таком формате это все организовано, да, с вот этим решением, именно вот балансировщикам и оркестовщикам, которые мы используем, на C написано. И немножечко вопросов про искусственный интеллект, который выросли. Да, давайте. Безусловно. Ну, в данном примере, который вы показали, искусственный интеллект срабатывает как замечательный такой магический, ну, визард. Вот, мы получаем нечто законченное и можем запустить. Но прекрасно знаем, что ничего не бывает на месте, все постоянно меняется. Вот дальнейшие изменения вносит человек или опять искусственному интеллекту нужно рассказывать, что нужно изменить? Вопрос хороший. Нет. Уже есть. Хорошо. По поводу того, как искусственный интеллект помогает в рутинной работе именно с интеграцией. Часто бывает, ну, особенно сейчас, что у интеграции меняется там мейпинг полей, да, там меняется структура данных и так далее. Вот наш пилот позволяет отслеживать эти изменения. Изменения как мы отслеживаем? Ошибки, да, которые мы получаем в мониторинге, смотрим. Искусственный интеллект в случае там, пока что, я врать тоже не буду, пока, если ошибки касаемо там мейпинга, еще каких-то вещей простых, он это может даже автоматически поправить. То есть он дает вот эти вот подсказки, да, которые, я вот вижу, что здесь ошибка. Вот здесь вот мейпинг изменился. Можно исправить так-то, так-то. То есть он всегда предлагает решение. И закончу начат искусственного интеллекта, я отдам микрофон, естественно. А можно взять ваш макс-пилот, ему скормить ТЗ и получить СОПС вот для коллег? Какой именно? Ну, у коллег есть платформа, где единицы интеграционного решения, ну, вот этот подобный, он построен у нас на такой единице, называется СОПСы. Вот это фактически алгоритм того, как должно работать, должно работать решение. Вот может ли ваша наработка в части искусственного интеллекта генерить не только под вашу платформу, но и для других? Вопрос хороший. А давайте попробуем. Мы не против. Нет, такое мы не пробовали, но попробовать можно все. Вопрос такой по поводу микросервисной архитектуры. Вы говорите, что у вас развертывается нативно в кубернезе и в докере. Вот вопрос с точки зрения практики поставки заказчиками такого микросервисного решения. То есть первое, какие скиллы от DevOps-команды заказчика требуется, чтобы это все правильно развернуть, администрировать, поддерживать, обновлять и так далее. И второе, это зависимость от того или иного реализации кубернетов. Там ванильный кубер, там дэдэкхаус, что-то еще. То есть насколько вы как поставщик приложения даете какие-то ограничения на вот эту инфраструктуру, в которой это должно работать? Вопрос понятен. Смотрите, начну с конца. По поводу того, что мы используем в своем решении. Как я сказал, мы не стараемся, а так и есть на 100%. Это все open-source история. Внутрянка, я имею в виду. По поводу того, что в случае изменения чего-то, что-то произойдет, и вдруг нам нужно будет уходить от нашего решения, которое внутри. Правильно я понимаю? Или нет? Нет, вопрос с точки зрения поставки. Обычно, по крайней мере, исторически, коробочное решение поставляет заказчику монолитом, чтобы максимально просто проинсталировать минимальные скиллы администраторов, чтобы это поддерживать, обновлять и так далее. Сейчас модным становится построение внутреннего облака на кибернет-технологии. И там нужна большая диопс-команда с достаточно специфичными скиллами, чтобы такие Cloud Native решения, по сути, развивать, администрировать, CACD-процессы, налаживать, в том числе поставка обновлений со стороны вендора, скрещивание с разработками, которые поверх сделанных интеграционных потоков и прочее. Просто ваш опыт использования этого микросервисного подхода в плане дипломента заказчика коробочного решения? Если говорить про наш опыт, касаемо того вопроса, который вы сказали, мы внедряли это на двух-трех предприятиях. Ну, собственными силами, понятно. Мы не крупная интеграционная компания, не крупные интеграционные решения внедряем. Мы только начинаем. И сейчас мне сложно, наверное, ответить на вопрос по поводу компетенции, потому что мы делали все сами в этой истории. По поводу того, какие понадобятся специалисты, ну, это, наверное, надо плясать от стекотехнологий, которые мы используем. То есть, если внутрянку мы как вендор будем поставлять сами, все изменения, и, наверное, первая интеграция, скорее всего, крупная, мы будем делать собственными силами, потому что только мы знаем систему, и сложно кому-то это пока передать. По стеку технологий и по специалистам я сейчас, наверное, не готов ответить, да, но это вопрос очень хороший. Я бы его для себя записал и проработаю. Все вопросы? Так, Георгий. Алло. Да, все. Максим, да, это на самом деле очень такая тема больная. Искусственный интеллект в интеграциях. Вот, мы тоже там пытаемся что-то сделать, и на самом деле, как бы прямо, как хотелось бы, да, еще пока не получается. Вот. Но все-таки, ну, большое количество ручного труда надо приложить после того, как мы все-таки получаем решение от искусственного интеллекта, да, от нейронки какой-то. Да, и тут вы, наверное, тоже, да, пробовали разные модели. Вот, хочется спросить, на чем остановились, что вам показалось лучше? Ну, мы остановились на гуглской модели, которая вот эта LLM модели. Пробовали Яндекс, МТС недавно сделал модель, мы ее тоже пробовали пощупать, как и на сколько. Но пока вот Грифан, она покрывает все возможности. То есть, пилот был на нем? Да, 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 был на нем. Мы много пробовали, когда подходили к этому, где-то нас не удовлетворяло качество обучения, потому что, вы знаете, как работает наше решение? Там вот на видео было видно, что там можно загрузить инструкцию по нашим интеграциям, и он будет обучаться в этот момент, пока он ее, ну, пока готовит. Когда мы вот сделали недавно модуль, подключаемый, сейчас нет необходимости загружать инструкцию, он на основе нашей архитектуры шины на предприятии все это изучает, и потом готовое решение выдает. И мы настроили у себя такую систему поощрения. То есть, получается, мы делаем интеграцию, смотрим на нее, если мы какие-то ошибки встречаем, ругаем, если нет, то поощряем. И на основе этого он тоже проходит обучение и понимает как раз, как лучше, как нельзя, как можно. Супер. А еще маленький вопрос. Да, да, да. А в документировании используете искусственный интеллект? Документирование тех разработок, которые он делает? Ну, чтобы ваши пользователи, да, они могли получать подсказки. Да. Вот если можем еще раз видеть, я оставлю, оно есть, его потом, может быть, посмотреть. Он выдает код интеграции, и потом идет описание всех потоков, да, там уже на нормальном языке, на естественном, не на машинном, да, и потом уже блок подсказок идет. То есть, вот такая трехступенчатая, по каждой интеграции выдается информация. И то есть, да, ее можно брать, загружать файл, отдавать пользователю, как, что происходит. Супер, понял, спасибо. Так, секунду. Дима. Максим, очень интересный доклад. Собственно, логичный такой у меня сейчас вопрос возник. Перспективы развития вашего продукта, да, то есть какая компетенция будет требоваться от специалисты по интеграции, как видится вообще его роль в будущем при, скажем так, идеальном, ну, не идеальном, да, то есть, но, скажем так, позитивно прогнозируемом развитии вашего продукта, да, то есть и в какой степени именно будет нужна техническая компетенция или, скажем так, будет уже больше работа для, скажем так, для аналитика. Вот, как бы, конечный, как бы, план, да, цель, которую вы видите, там, перед тобой ставить. Да, давайте я попробую ответить. По поводу специалистов, ну, я коллеге уже ответил, что мне сейчас пока тяжело сказать, да, потому что у нас нет достаточно крупных внедрений, да, мы к этому стремимся. И как-то сформировать список компетенций тяжело, да. Мы сейчас, если по маршрутной карте мы встаем в реестр отечественного повода, буквально месяц нам остался, да, мы описываем всю нашу систему, хотим получить сертификацию в стека, да, там, если тут от ближайших перспективах. По поводу развития искусственного интеллекта, как мы его себе видим, ну, во-первых, да, это постоянно совершенствование инструмента, который есть по написанию кода, то есть мы, в принципе-то, с этого и начинали. У нас рутинные операции, в первую очередь, вот, разработчиков, они очень сильно тормозили в интеграциях, поэтому мы начали с этого. То есть модернизация этого инструмента – это первое. Потом я говорил уже о том, что помимо того, что мы хотим, не хотим писать код, а дать это на искусственный интеллект, мы хотим, чтобы все-таки искусственный интеллект нам помогал. То есть поэтапно мы идем. Первое, что мы сделали, это автоматический анализ ошибок в нашем интеграционном решении. То есть он сейчас автоматически анализирует ошибок, выявляет паттерны, да, все это дело анализирует и выдает уже готовый результат. Мы хотим развиваться вот в этом еще направлении, чтобы предугадывать. Все-таки он, собственно, создан, собственно, для этого искусственный интеллект. Не просто написание кода, а предсказание, то есть предиктивная аналитика развивать хотим. Вот. Ну, это вот касаемо ближайших перспектив, как мы его себе видим. В итоге-то, конечно, у нас перспективы и взгляды глобальные, чтобы можно было все отдать на откуп, и оно все само работало, но это сказки, мы это все понимаем. Нужно достигать всегда каких-то определенных целей, поэтому мы идем небольшими маленькими шагами, а дальше, ну, посмотрим. Таких глобальных планов у нас пока нет. Нам надо внедряться, поэтому нам нужно внедрение. Вот наша основная цель. Ну, тогда еще второй вопрос. То есть, в принципе, достаточно понятно, там, техническая интеграция, там, писание протоколов, там, да, то есть, там, точки вызова и так далее. Вот. Если, скажем, требуется сложный мэппинг, да, то есть, это как раз такая типичная задача, когда не один в один, там, а какая-то сложная логика, там, склейка, там, не знаю, агрегации и так далее. То есть, как сложно это описать, да, то есть, и сейчас какая вот успешность, ну, с точки зрения ИИ? Вопрос хороший, понял его. Ну, смотрите, да, у нас были примеры со сложным мэппингом. Где-то процентов 70-75 он склеивает нормально, но всегда надо следить. Здесь искусственный интеллект нельзя применять, как вот панацею. Да, мы следим, выявляем ошибки, как я говорил, вот, коллеги, где-то поощряем, где-то ругаем. То есть, мы настроили на этом, чтобы он мог его, этот, языковой модель обучать на будущей интеграции. То есть, у нас, помимо того, что он, мы его обучаем модели той интеграционной шины, ну, где она установлена, да, где интеграции какие есть, он еще учится на исторических данных, которые когда-то были на интеграциях и так далее. То есть, вот, если по ошибкам вот ответить, да, ну, где-то процентов 75 не ошибок, а именно успешных, вот, мэппингов. Ну, назовем это так. Понятно, спасибо. Коллеги, еще вопросы, мы там, Алексей. Да, это снова Кочетков Алексей. Вопрос, на самом деле, искусственный интеллект, понятно, что это очень интересная, животрепещущая, задевающаяся их тема, вот, а мне как-то хотелось бы чуть-чуть послушать про архитектуру самой платформы, потому что, ну, достаточно вскользь прошлись по ней в рамках доклада. То есть, надо понимать, что любая интеграционная задача, да, все мы тут их решаем во множестве, она разбивается на ряд подзадач. Да, это connectivity, это обеспечение безопасности, это трансформация данных и какая-то бизнес-логика. И дальше мета-задачи, это governance, управление, собственно, всеми потоками, которые у тебя есть. Это реализация Segregation of Duty концепции, и дальше поехали. Вот, хотелось бы понимать, как вообще выглядит архитектура непосредственно вашей интеграционной платформы. То есть, что есть артефакт исполнения, что есть там, опять же, артефакты настройки, как они выглядят, как управляется там человек, как может зайти и посмотреть, и разобраться там, а сколько потоков вообще в текущей там платформе есть, что в них передается и так далее, да, как распределяется полномочия. То есть, пока вот совсем понимания нет. Хорошо, я отвечу на вопрос. Спасибо. Хороший вопрос. Про технологии, на которых написано, рассказать не буду. Как это организовано, да, если, опять же, с конца начну, по поводу авторизационной модели и полномочий. Да, это все реализовано отдельным модулем в консоли администраторов, да, вот как здесь на рисунке, на презентации представлено. Вся основная обработка идет на ядре всех вот этих потоков. Ядер может быть несколько, то есть, это распределенная инстория, балансировщик нагрузки между собой их раскидывает, да. По поводу мониторинга. Реализована, как я говорил, вся интерфейсная часть реализована на реакции. Удобный мониторинг с удобной фильтрацией, с возможностью перезапуска сообщений, с возможностью ухода, допустим, в редактор кода. Если мы видим, у нас какая-то интеграция поломалась, мы прямо оттуда можем уйти в редактор кода, внести правки, вернуться назад, перезапустить поток, либо запустить те ошибочные сообщения, которые не пошли. Да, все написание кода вот в модуле, вот в этом подключаем нам Юпитер, который мы там пишем код, там же преобразуем данные. С точки зрения преобразования данных у нас нет ограничений. Мы почти пробовали все, наверное. Но если нам дадут какую-то задачу еще, мы можем ее реализовать, да. Все происходит там. Других инструментов, они все работают на низком уровне, да. Понятно, что балансировщик там сам крутится, да, вот с точки зрения визуального, я имею в виду, эффекта. Организовано вот так вот. Все-таки, наверное, хотел бы вернуться именно к архитектуре рандайма. Потому что, ну, термин, что у нас каждый отдельный поток, это отдельный контейнер в кубере. И концепция, что у нас есть несколько ядер обрабатывающих сообщений. Хотелось бы понять все-таки реализация интеграционного сценария, это буквально поток обработки сообщений. Его обзывают по-разному и по-всякому всякий. И пайплайн, и поток обработки сообщений и прочее. Но в конечном итоге в центре всего стоит месседжинг, да, классический наш, нам известный. И какой-то поток, который позволяет вот это вот сообщение на разных его фазах обработать, там, получить в коннектор, там, преобразовать и так далее. Вот что есть ядро тогда платформы? И как к нему относится отдельно взятый поток, да, то есть который, по идее, должен крутиться в кубере? Это как бы вот это хотелось бы узнать. И плюс отдельно по коннекторам, да, как, что из себя представляют, собственно, коннекторы? Потому что у нас зачастую задачи надо решать по преобразованию, там, абсолютно разных протоколов. Кто-то там, может, в MQP, кто-то вообще свой собственный какой-то бинарный протокол, кто-то в Overhead ATP и так далее. То есть я уже сейчас пока еще даже не буду трогать вопросы паттернов интеграционных сценариев, да. То есть хотелось бы понимать именно, как выглядит ядро и как к нему относятся вот эти вот отдельные потоки для начала. Ну, а у меня тогда к вам ответное предложение. Давайте мы вам презентацию отдельную проведем. Давайте. Мы сейчас после... Хорошо, я понял. Мы контактами обвиняемся, просто это может затянуться, может, долго тайминг все-таки не позволяет. Мы обвиняемся контактами и мы готовы будем провести. Хорошо, ладно. Все, спасибо за вопрос. Все думаю, это еще вопрос. Скажите, пожалуйста, вот когда идет разработка и дипломент с теста или с песочницы в продакшн, как это организовано? То есть вот это что? Да, вопрос правильный, я о нем не уточнил. Модуль гид есть у нас, подключенный к платформе, то есть хранение версионности очень похоже на саппускную архитектуру, если с Абапом кто знаком, да, вот эту вот версионность разработки. Мы храним каждую версию и накатываем ее, соответственно. Гид тоже там open-source бесплатный, который мы используем, подключили сюда. Ну, вообще, если там про шину говорить, то мы ориентировались, ну, когда ввели разработку на лучшие там вот эти мировые практики, саппи, поо и так далее. У них, конечно, по-другому это сделано, я, к сожалению, не изучал этот момент. Но вот, если отвечаю на вопрос, здесь подключен гид и версионность ведется. То есть, я правильно понимаю, можно использовать там какой-нибудь GitLab, чтобы конфигурации там с одной среды на другую перенести? Ну, не внешний только. Мы не подключаемся к GitHub, там GitLab у нас, он внутри, модуль прописан. А как тогда вот продуктивная среда получает эти конфиги? Ну, на каждой системе, то есть, вот где мы заворачиваем, тестовую среду разработки и так далее, этот гид установлен, они между собой общаются, там и так настроены. То есть, это вот в короле администраторов, там есть, можно подключить несколько? Да, да, да. Понятно, спасибо. Спасибо. Так, коллеги. Так, похоже, вопросы сякли. Спасибо. Спасибо, коллеги. Максим, тебе еще предстоит выбрать человека, чей вопрос тебе больше всего понравился. Это все просто. На тот вопрос, на который я не смог ответить, тот человек и получит.